Удивительно, но в такие сложные для человечества моменты способны объединить усилия перед общей угрозой даже такие непримиримые конкуренты, как Apple и Google. И предложить технологичное решение, которое поможет справиться с распространением вируса. До сих пор каждая страна применяла для этого один из двух способов борьбы. Первый способ закрыть всех по домам. Больные переболеют, здоровые останутся здоровыми. Но такой способ серьезно бьет по экономике государства, да и для поддержки населения и закрытого бизнеса нужны серьезные вливания. Второй способ основан на методе отслеживания контактов и подразумевает выявление заболевших и тщательную проверку всех, с кем эти заболевшие могли контактировать. И такой способ позволяет быстрее отделить заболевших от здоровых и вернуться к более или менее нормальной жизни в странах. Больные изолируются и получают помощь, здоровые продолжают работать. Экономика живая, бизнес не гибнет на карантине. Такой способ был применен в Китае, Южной Корее, Сингапуре, короче говоря, в подготовленной предыдущими вспышками вирусов Азии. Как только обнаруживался новый заболевший, специальная группа выясняла, с кем он контактировал в последние дни. После чего тщательно проверяла эту группу людей на наличие вируса. В случае подтверждения диагноза у кого-то из знакомых охватывались и его контакты тоже. В Китае для отслеживания контактов жителям выдавали QR-коды, которые они должны были сканировать при входе в общественный транспорт. Если заболевший был, допустим, недавно в метро, то всех, кто отметился примерно в это же время на той же станции, подвергали опросу и тесту на вирус. Потому как распространялся вирус в азиатских странах и той же Европе, видно, что способ отслеживания контактов позволяет быстро локализовать вирус и избежать его неконтролируемого распространения. Но и у него есть недостатки. Далеко не все вспоминают полный список контактов. Кого-то забывают, про кого-то специально умалчивают. Человеческий фактор мешает применению такого метода на полную катушку. И тут на сцену выходят гиганты IT-индустрии Apple и Google, которые предложили свой технологичный способ отслеживания контактов с помощью наших телефонов. В каждом смартфоне есть блютуз, который позволяет нам быстро подключать беспроводные наушники, коннектиться с автомобильной блютуз-системой и другими аксессуарами. Вы, наверное, замечали, что помимо ваших наушников смартфон обнаруживает при поиске еще и смартфон соседа или проходящего мимо человека. Такие идентификаторы не хранятся в смартфоне и быстро удаляются. Но Apple и Google предлагают сохранять их в телефоне и использовать для отслеживания контактов. Таким образом, не нужно будет тратить время на опросы заболевших, выяснять их круг общения. Достаточно будет определить по этим логам с кем общался пациент и предупредить их о необходимости пройти тест. С технической точки зрения это не потребует значительных усилий или долгих разработок. И Apple и Google готовы внести необходимые изменения в свои мобильные операционные системы, чтобы позволить специальным приложениям получать доступ к этим логам с хранящимися идентификаторами. Такое заявление вызвало бурю возмущения у сторонников цифровой безопасности. Никто не хочет, чтобы его местоположения и контакты были известны правительству и многие активисты подозревают в этой системе глобальный заговор. Но его нет. И вот почему. Во-первых, система будет работать таким образом, что никакие данные не будут отправляться из вашего смартфона ни корпорациям, ни правительству. Они вообще останутся у вас в смартфоне. Во-вторых, эти логи не будут хранить данные геолокации. Это никому не нужно. Там будут лишь идентификаторы других пользователей, причем без привязки к персоналиям. Каким образом будет работать эта система? Для начала вам нужно будет установить приложение, которое будет постоянно передавать уникальный код. Этот код будет меняться каждый день, позволяя отделять временные промежутки контактов. Кроме того, приложение будет принимать сигнал от ближайших смартфонов и сохранять их коды внутри себя. Важно как расстояние до другого смартфона, так и длительность контакта. Эти данные тоже будут храниться у вас в смартфоне. Таким образом будет создаваться база контактов конкретного человека на протяжении всего дня. И когда обнаружится заболевший вирусом человек, использовавший эту систему, он сможет уведомить приложение, после чего на все устройства, которые будут в его списке отслеженных контактов, отправится уведомление об опасности заражения и необходимости пройти тест на вирус. Но не все так просто. Опасность для приватности все равно существует. Специалисты приводят простые примеры, чтобы показать, что система может сработать не совсем так, как планировалось изначально. Допустим, какой-то любопытный человек установит камеру у себя возле дома, который будет снимать всех проходящих мимо людей. Параллельно с этим он закапывает возле тротуара смартфон, который будет сканировать Bluetooth-коды. Несложно догадаться, что подобная система позволит ему сопоставить коды с изображениями с камерой и составить базу данных. Другая проблема касается трафика и геолокации. Поскольку для работы всей системы используется только Bluetooth, данные о местоположении не собираются. И это может привести к огромным нагрузкам на мобильные сети. Объясню, как это работает. Допустим, смартфон один принадлежит человеку, который проходит тест на вирус и понимает, что заболел. Он сообщает приложение об этом, после чего приложение отправляет на удаленный сервер список контактов за две недели. Но в зашифрованном виде с помощью ключей, которые принадлежат этим самым контактам. То есть, ни оператор этой сети, ни владелец сервера список контактов не получит. Далее сервер отправляет эти данные всем зарегистрированным в сети смартфонам. И приложение на смартфоне 2, который принадлежит кому-то другому в другой стране, тоже получает этот список, после чего пытается разглядеть в нем свой код. Ключ не подходит ни к одному из контактов, паника отменяется. А вот смартфон 3, который принадлежит другу заболевшего, распознает с помощью своего ключа один из кодов списка и уведомляет хозяина об опасности. Таким образом, данные о заболевших каждый день будут отправляться на все смартфоны в сети. По расчетам специалистов это создаст дополнительный трафик около 100 мегабайт для каждого смартфона. Уменьшить нагрузку помогло быть частичное использование геолокации. Если приложение при установке будет спрашивать у владельца, в какой стране он находится, это уже позволит уменьшить объем ежедневных данных до 1-2 мегабайт. Существует еще много нюансов, которые могут возникнуть в результате введения такой системы. Это и попытки магазинов ставить на входе Bluetooth-маячки, и попытки привязывать данные, поступающие на сервер с IP-адресами и многое, многое другое. Пишите свое мнение в комментариях об этой системе и давайте определим, поможет ли она в борьбе с распространением вируса и как она скажется на нашей приватности. Мойте руки, сидите дома, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok